Друзья, добрый день, Фат на связи. Вначале хочу вам напомнить, что вы можете поставить лайк под видео, подписаться на канал, если хотите, если такое у вас сильное желание, можете поддержать автора этого канала. Реквизит в описании. Итак, смотрите, есть такой стих Иеремии, 17 глава. Сейчас я прочитаю. Пятый стих. Так говорит Господь. Проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своей опорой, которого сердце удаляется от Господа. Что мы здесь видим? Что надежда на человека – это и есть делать плоть своей опорой. Вот если мы говорим, допустим, не поступайте по плоти. Что такое не поступать по плоти? То есть такое есть представление правильное, что поступать по плоти – это противоположно поступать по духу, а поступать по плоти – это грешить, а поступать по духу – это удерживаться от греха. Это неправильное понимание. Что такое жить по плоти? жить по плоти это вот как раз таки сделать опорой плоти не на Бога надеяться, а на врачей на какую-то помощь на какие-то человеческие ресурсы возможности, связи и Бога оставлять в стороне смотрите, здесь сказано, что проклят человек который так себя ведет мы говорим, что в Новом Завете же нет проклятий Иисус искупил нас от проклятий я согласен, что нужно удерживаться сегодня от этого термина проклятия потому что это уже не заслуженное проклятие но тем не менее последствия такие же могут быть в жизни и верующего если он будет надеяться на человека и не делать Бога своей опорой можете не называть это проклятием но в результате этого будет просто отделение от Бога ты сам отделяешь его от себя то есть ты берешь возможности человеческие а Богу говоришь постой в стороне, ты мне не поможешь потому что я уже пробовал, я молился я призывал тебя, но и ничего не получилось то есть он потерпел какую-то неудачу вере у него неправильный негативный опыт из этого он сделал неправильный вывод он думает, что теперь Бог здесь ему точно не поможет а раньше не помогал а почему не помогал? это не факт, что не помогал просто человек может не дождался или что-то нужно было исправить его жизнь, то есть разные есть факторы мы сейчас этого касаться вообще не будем почему сказано, что проклят человек и сказано, сердце его удаляется от Господа анафема да будет отлучен сказано, кто не любит Господа анафема, что такое? Бог всех привлек к себе он говорит, я когда буду превознесен я всех привлеку к себе сказано, что Бог примирил с собой мир не вменяет людям их преступления он ни от кого не отказывается он всех принимает это только человек отказывает либо проходит мимо либо отказывается сознательно то есть вот эта анафема это говорит о том человеке который, если он не любит Господа если у него нет отношений к любви в конце концов он будет отлучен потому что он уже отлучил себя от любви он сам отлучил себя от любви точно так же человек, который выбирает человеческие пути решение вопросов решение каких-то проблем оставляя Бога в стороне он сам отделил Бога от себя Бог не отделился то есть просто он проигнорировал прошел мимо этой возможности которые есть в единении со Христом и поэтому сказано смотрите, проклят человек которого сердце удаляется от Господа потому он и проклят, что удаляется и человек, который делает плоть опорой он отделяет себя от Господа вот это и есть проклятие поэтому сказано проклят человек это не значит, что Бог посмотрел на него он, ага, по плоти поступал и говорит, да будь ты то есть нет, так не происходит это значит, что самому себя проклятят самому взять и не воспользоваться единением отказаться от упования на Господа у того же Иеремии есть другой стих сейчас я найду его Иеремии 26.3 вот прям стих-антагонист твердого духом ты хранишь в совершенном мире ибо на тебя уповает он почему твердый сказано почему этот дух твердый потому что когда мы живем в мире весь мир лежит во зле а мы знаем, что мы от Бога и мы не живем по законам этого мира мы живем по принципам этого мира мы выбираем поступать уповая на Господа потому что в единении с Ним даруется нам все потребное для жизни и благочестия и мы испытаны в этом потому что сила невидима Господь невидим поэтому видя невидимом сказано он прибыл тверд в вере и не поголебался неверием, сомнением поэтому нам нужно не поголебаться смотрите единение наше испытывается в вере единение испытывается в вере насколько мы будем поступать в этой жизни в своих потребностях то есть практической жизни когда у нас симптом когда у нас финансовая нужда пойдем ли мы занимать люди очень легко идут занимать очень легко хватаются за таблетки вместо того чтобы уповать на Господа вместо того чтобы Бога сделать своей опорой помните царь Аса умер от того что он взыскал не Господа а врачей и этот принцип не изменился это не значит что нельзя взыскать врачей если ты взыскал Бога если не хватило веры если там не дождался Господь Он милостив но если принципиально не вопросить Бога вот изначально проигнорировать Его больше всего он не любит это игнорирование он не любит когда его оставляют в стороне это не значит что он поставит вас под проклятие это значит что вы сами себя обречете на эту пробуксовку нищету потому что невозможно вылечиться таблетками вы смотрите я вам врач скажу таблетки лечит не болезнь они лечат симптомы насморк допустим да у человека это в организме недостаток капель да вызвал насморк или что-то другое вы скажете да нет насморк вызвали микробы тогда почему капли капают то есть как будто нам недостает капель и мы закапываем капли как те которым недостает капель так ведь получается и вопрос у меня температуру вызвала аспириновая недостаточность или что-то другое вы скажете да нет конечно вот это почему люди пьют аспирин как будто бы именно аспириновая недостаточность нас вызвала эту температуру вот какой абсурдный вывод то есть аспирин просто заглушает симптом но не лечит болезнь итак мы делаем господа свои опоры мы не делаем плоть свои опоры жить по плоти из посланий к римлянам это как раз уповать на плоть это не просто грешить поступать по плоти это не само понимание грешить а это уповать на плоть и этим грешить потому что грешить можно многими способами и в том числе уповая на плоть и вот конкретно жить по плоти это уповать на плоть если сказать что это грешить да это грешить но грешить можно и по другому но выражение жить по плоти это только уповать на плоть то есть не надо смешивать сюда все грехи какие есть вот это «жить по плоти». Жить по плоти – это оставлять Бога в стороне, потому что противоположно – это ходить духом, ходить с духом. Там, где сказано «поступайте по духу», там, помните, в оригинале сказано «ходите с духом», «ходите со святым духом». И выражение, допустим, есть такое. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Мы не должники, чтобы обращаться к плоти как к ресурсу. Ресурсу решения наших проблем. Очень легко люди берут взаймы. Просто я удивляюсь, почему люди идут в долги, почему люди берут кредиты. Чем ближе к концу времен, я понимаю, тем более опасно нам брать кредиты. Потому что на что вы рассчитываете? Что вы не отдадите кредиты, тогда вы обманываете. Лжецы, они в опасности. Сказано, лжецы царства Божьего не наследуют. Я не говорю, что обязательно те, которые взяли кредиты, не отдали. Но если они с намерением взяли кредиты, чтобы не отдать, то это лжецы. И тогда есть те, которые немножко нас должны привести в страх Господень. То есть вот что значит проклят, надеющийся на плоть. И в Новом Завете это сказано, анафема да будет отлучен. Нелюбящий Господа. Кто любит Господа, он обратится к Господу как избавителю, который решает вопросы. Как обеспечителю, как исцелителю. То есть Господь все для нас. И в этом мы бываем проверены. Я помню много историй, много случаев, когда у меня просто не было денег, но я не брал деньги. И поэтому я не отвечаю на звонки, которые предлагают мне, возьмите кредит под хорошие проценты. Не надо никаких процентов. Не то, что мы становимся даже вот рабами и взаимодавцами. Это правильно, но самый большой грех – это, друзья, отлучен. Это удаляется от Господа. То есть мы не просто говорим, что вот мы должны практиковать единение, когда мы фокусируемся на Господе. Это отведенное для Господа время. Это все правильно. Но и в практической жизни, когда мы сталкиваемся в ситуации, где симптомы, нужда, проблема с детьми какая-то. Пойдем ли мы связи искать, чтобы ребенок наш поступил в какой-то престижный институт? Или мы скажем, Господь, вот ты, тот, который поможет ему поступить в институт. И мы будем молиться? Мы всегда будем молиться для исцеления, для финансов. Будут трудные времена. Будет введен экономический закон. Нельзя будет ни продавать, ни покупать. Лично я верю, что мы будем жить при этом законе. Я не верю, что церковь будет восхищена до этого закона. Об этом тоже можно отдельно поговорить. Много роликов на эту тему снял. Есть для этого доказательства. И поэтому, если нельзя будет тогда, мы что, пойдем себе печать ставить? Вот результат. То есть, если сегодня мы идем брать взаймы, а потом мы согласимся, чтобы нам поставили печать зверя. Ни в коем случае. Прообраз печати зверя этого взять и вместо того, чтобы уповать на господь, чтобы он умножил пищу. Умножил пищу. Даже вот покупать нельзя будет. Значит, остается только, чтобы пища умножалась. Чтобы она появлялась. И так оно и будет. А по-другому никак. Только так будет. Сказанная антикресть будет царствовать 42 месяца. 42 месяца мы не погибнем там голода, потому что Господа делаем свое упование. Но я привожу такой критический случай для того, чтобы показать, что если сегодня мы сдаем позиции, то потом мы можем и отречься. Мы можем и пойти и сказать, да, я лучше покушаю. То есть я уже привык от людей брать. Я уже привык взаимы брать. Я уже привык таблеткам тянуться. Я уже привык связи свои использовать. Вот точно так же можно легко взять и согласиться на печать зверя. Я думаю, что логика приводит именно к этому, друзья. Было очень много случаев, когда люди накрывали стол, пустые тарелки. Они поднимали руки, восхваляли Господа. И их пустые тарелки наполнялись едой. Так оно и будет. И так было, и так будет, друзья. Потому что... А как иначе? Вот это и есть делать Господа своей опорой. Вот это и есть делать Господа своей опорой. Это сказать Господь, Ты мой целитель. Я сейчас не говорю, что до конца вы не должны пить таблеток, если, например, сакарный диабет, и не делать никаких прививок. Не, ни в коем случае. Нет, я об этом не говорю. Но если вы тут же побежали делать прививку, если вы тут же побежали брать взаимы, даже не подумав о Господе, это не жизнь веры, это не жизнь в единении. Потому что если вы живете в единении, это проверяется вот в этих жизненных ситуациях. Давайте не будем проваливать экзамены. И если мы оглядываемся назад и говорим, ой, Господь, у меня жизнь полна таких случаев, столько я дров наломал, Господь, что мне делать? Ничего не делать. Просто начните делать правильно. Не надо вам каяться там, биться лбом. Ваше правильное измененное парадигмом поведения будет вашим покаянием. Помните притчу про двух сыновей, которые, когда отец позвал их к работе в винограднике, один говорит, пойду, отец, и не пошел. Другой сказал, не пойду, и пошел. Смотрите, когда он сказал, не пойду, это он неправильно сделал. Он отказался служить своему отцу. Но он потом не каялся, он просто взял и пошел работать в винограднике. Нет, это и было его покаяние. Поэтому просто спокойно. Смотрите, отец не ждет от вас человитный там, он не ждет от вас вот этих вот расшибаний лбов, вот этих сокрушений. О, Господь, какие же мы плохие, как же мы поступали. Господи, стыд на наших лицах. Если вы считаете, что вы что-то сделали неправильно, Господь говорит, я все предусмотрел. Я знал, что ты будешь слаб. Смотрите, Господь знал, что вы будете слабы в этом. Я сейчас ведь не говорю, чтобы вас устыдить, чтобы вы чувствовали стыд. А говорю, для того, чтобы вы просто вот взяли, плюнули на прошлую модель поведения и выбрали правильную упование на Господа. Вот и все. И не переживали по поводу упущенных возможностей в прошлом. Ну, чего об них переживать? Господь говорит, я знаю, для тебя плохой опыт тоже опыт. Ты будешь знать, как нельзя зато. Ты теперь будешь всю жизнь помнить, как нельзя, потому что очень много этим занимался. Ты не забудешь, как нельзя, потому что ты очень долго этим занимался. И для тебя это будет плюсом, то, что ты раньше уповал на плоть. Понимаешь? Для тебя будет плюсом, потому что Теперь ты будешь знать, что это ни к чему не приводит У тебя есть опыт негативный И он говорит, что это ни к чему не приводит Теперь я знаю, я выбрал уповать на Господа И когда вы увидите один раз ответ Второй раз, что вы не будете посоромлены Верующая Господа не постыдится, сказанная И вы не постыдитесь в чем? Потому что ответ обязательно придет Вы выбрали не на естественные ресурсы рассчитывать А на невидимые, сверхъестественные И вы увидите, вау, чудо произошло И вы будете так обрадованы У вас будет вот этот и положительный опыт И негативный опыт из прошлого И соединенные друг с другом Вы скажете, вот этот плохой, я его точно не приду К нему не вернусь А вот у меня есть хороший, я уже 11 его испытал Убедился, что это работает И все, я буду в этом продолжать и двигаться Это касается и исцеления, и финансов И вопросов семьи, и вопросов брака И вопросов жилища, и так далее И вопросов служения Вы везде будете успешны Смотрите, сказано, праведник везде успеет Это значит, что он не опоздает на поезд Нет, друзья, успеет, а словно успех Праведник везде будет иметь успех Почему? Потому что упование на Господа Потому что он уповает на Иисуса Он твердый духом в этом Он тверд, уповая на Господа Он тверд, сказано, твердого духом Ты корнишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он У вас будет совершенный мир Какая беда? Вы скажете, не проблема, у меня есть Господь Я уже проверял, это работает Вы знаете, как много тайфунов высвободится Как много землетрясений Вы скажете, не проблема Меня это не коснется А если это коснется того места, где я найду Меня Господь скажет, я уйду вовремя Вы не будете переживать, чтобы попадете в какое-то пекло Проблемы, в какой-то эпицентр войны Даже в эпицентре войны Если вы остались, и вы находитесь там Вы все равно защищены Но защищены не потому, что вы уповаете на плоть А потому, этим самым вы можете снимать свою защиту Вы сами лишаете себя защиты Но до какой-то степени Господь, конечно, будет вас защищать Но без веры, как же без веры-то, без вашей веры Надолго ли этого хватит, этой защиты, я не знаю Поэтому упование на Господа Это наше оружие в этом мире Потому что Господь решение Потому что Иисус, Он все для нас Он все для нас Смотрите, мы стоим на нем Мы стоим на этой скале спасения На скале избавления И сказано, мы не плод, делаем свои опоры Не упование на естественные возможности Мы не на человеческие возможности и силы опираемся А мы опираемся на Божьи возможности На Божью силу Однажды мне позвонили мои друзья Я часто приезжал к ним в церковь, служил Они потом переехали в Южную Корею Это пастор Игорь и Валя В сынах однажды упал с высокой крыши, где он работал На бетонный пол, разбился И фактически у него была клиническая смерть Его мама, Валя Она помолилась и сказала Господь, я не отдам своего сына И она стояла в вере, что сын, он воскреснет И врачи сказали, что все, мы уже не поможем Понимаете, разбился 40 минут он был без дыхания Мозг уже поврежден Она сказала, нет, я не согласна Они продолжали молиться И что-то произошло, чудо произошло Его сердце забилось Он стал дышать И потом она позвонила мне Я говорю, Валентина, смотри Когда я к вам приезжал Ты свидетельствовала, как много Бог через тебя совершал чудес Если он делал тогда, стоит делать это и сейчас Давай мы согласимся, что он окончательно встанет на ноги Валя, другого быть не может Если ты увидела вот это чудо уже Это только для того, чтобы потом увидеть все остальное То есть не для этого Бог дал чудо, чтобы потом он все-таки не выжил Потому что, вы знаете, когда она звонила, врачи сказали, что, ну, конечно, он живет, но вряд ли он выживет Я говорю, выживет? Выживет! И я присоединился к этой вере Мы сделали не врачей, а Господа своему упованию Вот такой критический случай, друзья И их сын Сергей Молодой человек, верующий в Господа У него молодая жена, ребенок И вот такая, ну, как бы трагедия, да? Как бы, потому что на самом деле как бы И мы молились, мы стояли в вере Мы проглашали, благодарили И постепенно-постепенно врачи стали говорить о происходящем чуде Он стал восстанавливаться То есть настолько все было у него там повреждено Но, тем не менее, он даже стал ходить Он стал общаться То есть постепенно все его функции стали возвращаться Он стал ходить, двигаться, говорить И когда вот Валентина мне позвонила Я сказал, Валь, смотри, я тебе сразу скажу Когда он полностью уже встанет на ноги И каких симптомов, ты его спроси Когда вот была клиническая смерть И ты обязательно должен был встретиться с Иисусом Спроси его об этой встрече Он обязательно тебе расскажет Потому что он будет жить и возвещать дела Господни Он будет здоров И ему предоставится эта возможность тебе об этом рассказать Он не умрет, он исцелится, и он тебе об этом расскажет И вот прошло еще какое-то время Может месяц или полтора И когда мы снова с ними связались Она рассказала, что вот он действительно встретился с Иисусом И Иисус боролся за него То есть в этом видении Иисус вытягивал его из рук врага Я не знаю, почему такое было видение Но, может быть, до этого инцидента Жизнь была половинчатая Наполовину в мире, наполовину в Господе Вот так бывает у молодых людей И он видел, как его за одну сторону тянет Иисус А с другую сторону тянет Сатана И он видел, как его родители плачут И он видел, как его жена прохаживается с его маленьким ребенком Возле дверей больницы тоже себя переживает Он их видел, он вышел из тела И он был 40 минут мертв И после 40 минут Только Бог может воскресить После 40 минут смерти Никто не возвращается в тело Он вернулся А вернувшись, врачи сказали Но он живет, но он не выживет Мы сказали, выживет И нужно было второе чудо Чудотворение Пересотворение Исцеление всех внутренних органов Потому что падение на бетонный пол С огромной высоты Был с ужасными последствиями Я просто вам привожу такой пример Что уповающий на Господа не постыдится Давайте не дадим Господу Возможность увидеть нас, как мы стыдимся Уповая на плоть Нет, мы будем уповать на Господа И мы никогда не постыдимся Согласно посланию к Римлянам Верующий в него не постыдится Люблю вас Увидимся